Сегодня суббота. Суббота. Мы идём в библиотеку. Библиотеку. Да, нас пригласили в библиотеку. Но, знаете, мы уже третий день по лене ходим. И никого, людей вообще нигде нет. Нигде не видим людей. Люди, вы где? Ау! Есть тут кто живой? Вообще. Дома сидеть неохота, потому что, в принципе, ну, мы позавтракали, встали, поговорили. Ну, и решили всё-таки размять. Пройти прогуляться. И вчера меня приглашали в библиотеку. Ну, вот сейчас посмотрим, ждут ли нас там. Это был раньше детский сад. И сейчас он есть здесь. И говорят, детей очень мало в этом году в детском саду. А в этом здании ещё находится клуб теперь. И находится музей-библиотека. Эти библиотека-музей. Поэтому обязательно надо посетить. Да, вот видите, площадочка такая детского сада. Это вот вход в музей-библиотека. Заходим. Библиотека информирует. О, как здорово! Я займёрнула, да, очень. Вы чего? Как тут здорово! Сейчас, сейчас поставлю, что ли? Нет, нет, не надо. А мы с пустыми руками же. Да, нам надо было что-то... Мы же в библиотеку. В библиотеку обычно с пустыми руками ходят, а уходят с полными книжек. Так, без смен. Без смен. Да, вообще здорово! Ой, ухват! Кочерга, лопата. Это какой-то ключ, что ли, да? Вот это вот. Что такое интересное? Какой-то ключ или держатель? А вот смотри, вот этот, который с дырочкой. Ну, это же сечка, обыкновенная. Сечка, а что она делает? Капусту сегёт. А, да? А вы такого не видали? Никогда. Это не рубанок, это называется фуганок, да, Эли? Наверное. Да? Вот этот, который. Ой, такая пила у меня у дедушки была. Я ей даже пилила когда-то в детстве. А это чесалка, наверное, да? Да. Чесалка. Так, это сковородка, чапельник, наверное, да? Сковородки где-то поддевать. Да, чапельник это называется, правильно? Да, я знаю. Я хожу играть в игру квиз. Игра головой. Там был такой вопрос. Это вилы. Так, это дорожилка. Для... Это термограф или гидрограф? В обрезной доске. А, для определения. Ка... Чего? Он рабочий, да? Каких-то чего-то в обрезной доске. Слушай, для... А, для определения... Ка... Что за слово тут написано? Да, давайте. Ка... Для выделения канавок. А, канавок. Ну, вот на окнах... Вы представляете? Все придумано. Да. Ага, это было здесь, да. Так, здесь у нас буржуйка. Какая буржуйка? Так, начинай с начала. Это называется траворезка. Ага. Это для скота траву резали, да? Траву резали. Смотри, во-первых, это не русская, во-вторых, это 30-е годы. Обалдеть. И представляешь, сохранилась как хорошо, да? Да, она совершенно сохранилась. Сделано бы было в 90-е, а не сохранилась бы уже. А это вот что-то я такое помню. Это муку... Это муку вели. Зерно, да. Это я видела где-то. В Соличегорском музее я видела, да. Нет, я видела дерево. А это вот что такое за... Это для упиже. Ага. Для лошади. Понятно. Так, а слушай, а это тогда что, автоклав? Что? Автоклав? Ну, это... Это называется угольница. Зачем угольница? Для современных, для старых самоваров угли здесь сохранились. А, слушай, они что тут долго хранили? А, понимаешь, а потом их как в фу раздували... Да-да-да, и кидали в это самое... То есть самовар кипятили постоянно, судя по тому, что... Да, угли запасали. Так, а это, это самое кирогаз? Вот это кирогаз. Ой, слушай, так интересно вообще. Я так люблю вот все это, вот такое вот, прямо древнее. А это саквояж, да? Да. Докторский, наверное, какой-то такой большой саквояжик. Цивильненький был. Да. Своеврежный, да? Вы утащила его, выкидывали на телегу, выкидывали что-то уже совсем. Вот. Как я увидела, длинь сюда кирогаз. Да, вообще здорово. Просто она просто вырвала. Так, слушай, это вот керосиновая лампа была, да? И это тоже она же. Это керосинки. Ой, это коньки, что ли, или что такое? Да. Ох, так интересно. Они двухполозные, да? Однополозные, вот вам снегурочки. Ой, слушай, здорово. Ножовка. А это что, скворечник? Бодня. Это называется бодня. А это для чего? Для мелочей. А, как бодня? Бодня. Бодня. Надо посмотреть, будет в интернете. Так, это у нас... Это сейсмограф? Термограф. Термограф. Термограф, да? Да, это привезённый из Саптекара. Ага. Мы такие на поверху возили. Да? Так интересно. Ничего себе. То есть, если вот выше, то температура, да? Да, да, да. Температура. Я даже не знала, что такие существуют. А я учитель географии. В прошлом. Мигрограф и термограф. Ага. А вот микрометр. Микрометр. Я не помню. Он как... Это может, типа, как циркуль... Ой, это где этот? Как его этот? Транспорт... Транспортир? Транспортив. Это не транспортив. Это самое. Вот эта штучка верхняя крутится, и они вот здесь, на сколько там миллиметров показываются. Ага. Как сказать, для железа. Ага. А это весы, да? Изменяют, да. Весы? Да. А это вот что за... Это белить? Нет. Это лён чесать. А-а-а. Ничего себе, как здорово вообще. Аккордеон. Да. У меня такой же дома есть. А это форма для... Как, самое... Кулича. Кулича. У тебя такой высокий. Да. А я даже таких и не видела. Ага. Так, здорово. Так. Ну. Колокольчик. Это, наверное, привязывали, да, к коровам, которые, да? Это к детям. Ага. Их рубить. А вот там ещё, да, один? Ещё один колокольчик. Это веретено, я так понимаю, да? Да. Это... Это чесалка. Пряжу чесать. И... Вот, вот. Нет, надо собирать что-то. А, это... Поняла. Это... Это комбайн. Слушай, так... Ага, бубенец тот. А это колокольчик. А это вот эти... Стиральная доска. Да? Не стиральная. А, это, значит, пряжу. Катать или что там они делают. Нет. Нет? Пока не. А, гладить бельё. Я забыла, как это называется. Рубила. Правильно? Рубель. Точно. Рубила. Рубиль. Это полотушка. Ничего. Шлем делать. А-а-а. Это типа форма, да? Получается. Ладно. Так. Пожалуйста, не надо, Катана. Так, тесто сюда. С мука, потом тесто. А потом вот так вот. Хлопает, хлопает, хлопает. Потом на лопату и в печку. Ага. А то есть типа как взбивают тесто, да? Точно. А, это делать обувь, да? Это обувь делать, да? У меня, кстати, у папы, он сапожник у меня был. В войну работал под мастерьем. И у него такая была колодка когда-то. Это сколько колодок? Лапоть. Ничего себе, размерчик. Это ведь не лапоть. Лапоть. Это лапоть. Это что, размер, это что, на валенки надевали? Вот, современная самая обувь. Угу, да. Слушай, классно вообще. Туфля с каблуком и пошел. Да, да. Так мне хотелось каблуки всегда в детстве. Я в сапоги вставляла кубики. Знаете, такие игровые, игральные. Такие классные. И ходила. Да? Вообще модные. И ножки чистые, да? Да. И ножки чистые. Хлеб. Держи, вот тебе-то сапог дал. Вот такие. Вот современные ботиночки. Самое современное, самое то. Слушай, кожа натуральная, да? Или кожзам? Ну, прям-таки, где-то кожзам найдешь в то время. Слушай, натуральная, да? Натуралка. Что вот эти детские? А это какого года примерно вот эта обувь? Посмотри, пожалуйста. Здесь эти три еще ценники были. Вот. Красный. Красный Октябрь. Ну, надо же, обувная фабрика. Красный Октябрь. Надо посмотреть в интернете будет, как они образовались. Крэво. Красный Октябрь, думаю, только эти выпускают шоколадки. На котором, кажется, еще и обувь. Это, наверное, типа, знаешь, это как холдинг был. Может быть, кто его знает. Раньше. Так это дальше-то ничего не посмотрела. А, слушай, я там не поняла, уже ничего нет. Так. Вот эти же циферки для чего-то они написаны. Ну, видишь, 52, 52. Так, это что-то гос у них. Может, 52 год? Не знаю. 54. Может, 54? Не знаю. 7-ое, 0-ое, 54-ое, может. Скорее всего. А может, так, ну да, тут больше-то это похоже. Больше-то ничего тут не видно. Надо просто посмотреть, когда работала вот эта вот Красный Октябрь, когда обувь опускала. Просто и посмотрите. Милыш Октябрь. Октябрь. Да, да. Может быть, и Октябрь. Ой, люлька. Люлька. Ткацкий станок. Прялка. Прялка. У нас здесь называли зыбка. Зыбка, да? Зыбку качает. Она вот так качала, да? Да, это напольная, наверное, да? А где нет? Подвесная тоже, да? Подвесная. А у нас это... Это тоже безмен. У нас вот эти... А, это для сетей, наверное, да? Для сетей что-то, да? Крючок. Вот этот крючок. По идее, это замок. А, замок. Вот с таким ключом. Ключом таким даже интересный. По самому видению, это самое забитое, поэтому... Так, интересно. А у вас вот эта временная экспозиция или постоянная? Я считаю, что постоянная. Да, просто она пополняется, пополняется, да, потихоньку? Да, очень интересно. А как-то вообще ходит кто? Очень мало. У нас 300 человек населения осталось. 300? 300. А было-то ведь 600, ведь было? Ну так было, было. Были времена. Ага. Так, лампы. Да, да. Лампы. Как все грустно, правда? Вот сюда хотят библиотеку модели. Длинная, вот это сохраните, да. Да, да. У нас, кстати, есть в Котласе две модельных библиотеки теперь. У меня у папы столько часов, тоже разные. Вот пока Наталья... Да, я же вообще люблю вот это все древнее, вот эти значок ГТО. Вот значок университетский у меня где-то потерялся. Я писала раньше Reader's Digest. Вот такой журнал был. Даже в Лену я его выписывал, он не сюда ходил. Я много, кстати, выписывала очень в Лене газеты, журналов. Ой, а здесь так интересно. Это у нас уголок техники. Радио. Это радиоприемник. Родина. Родина. Это вообще не знаю, что такое вот это за круг какой-то. Это, наверное, для радиолюбителей что-то какая-то. Соната. Шарп, да. Людмила, а вот это вот сверху, это что? Это антенна. А-а-а. Так, часы. Ну, это же какие штучки. В прокате брала... У вас же прокат раньше был? Был. Да, я брала в прокате магнитофон, телевизор. И еще такая. Да. Вольтметр. Ага. Вольтметр. Ну, смотри-ка, сколько этих. Серена, да? Радиола. Такая вот уже более современная радиола. Так. Это что, микроволновка даже тут? А, это телевизор. Это телевизор, да? Я думала, микроволновка. Так. Думала, микроволновка. А это телевизор. Рекорд. Телевизор рекорд. Ой, фотоувеличитель. У меня вот такой был фотоувеличитель. Видно, машинка. А это будет библиотечный фонд. Да. Посетители пришли. Такое вот. Интересное. Кресло-качалка. Чехов. Вот тут эти. История советского кино. Вообще фонд такой интересный. Как бы, вы знаете, все взять, прочитать. Сколько же жизней надо для того, чтобы прочитать все кем-лиги. Хотя бы в этой библиотеке. Доска почета. Их именами гордится село. Селиванов Николай Иванович. Селиванов Владимир Иванович. Доктор наук там кандидат. Здесь у нас Селиванов Александр Иванович Академик. Про Скоряковы. Вот прям целая чета про Скоряковых. Все Максимовичи. Представляете? Все Максимовичи. Так. Здесь у нас Шневская Надежда Семеновна. Ирина Лиханова и Сашенька. Я мечтала стать библиотекарем. Я вот эти вот всякие такие карточки. Да, вот такие дома делала. Писала там. Распределяла книги по тематике. Как здесь, да, например, физическая культура. Потом вела какой-то каталог, книг. Переписывала их, номера им присваивала. То есть вообще я мечтала стать библиотекарем. В свое время когда-то в песене. Октябренка вообще. Здорово. Осень. Осень. Как это идти? Про осенью альбом. Интересно, кто делал. Кто-то и делал этот альбом, да? Как красиво написано. Да. О, я раньше помню, такое было. Там можно было писать что-то. World Journal. Второй класс. Счеты. Маяк это, кстати, газета Ленского района. 68-й год. Вот здесь. Интересно. Пользование землей и колхозами. Ой, так интересно. У меня вот такой есть. Героям конфиленцам посвящается. Открытки такие есть. Школьная форма. Тут ведь к ней ходил. Эти вот знамя. Книжка. Я училась стенографии, кстати. Это не мое ли ваше пособие? Я училась, кстати, стенографии на курсах. К мне такие приходили. Крымпленовый костюм. Крымпленовый. Так. Ну, что-то в библиотеку пришли. Люди. Так, вот. Интересно. Какая сумочка. Модная. Это кто-то выжигал. Ведь смотрите. Это выжжено. Сжигателем. Картина Высоцкий. Ну, в смысле, Мортрет Высоцкого. О, вот. 712 год. Итика, ясно, наверное, 12-го года издания. Вообще. 1800, 1900, вообще столетие. Столетие. Да. То есть вообще все описано. Да, вообще. Был заделье, будет здорово, да? Угу. Продолжение следует.